всем огромный привет и сейчас я хочу поговорить о и показать свои наборы в которых есть стежок гальбейн или black work в данном случае вот этот набор от фирмы панна с моей точки зрения шикарнейший набор шикарнейший сюжет мне очень нравится именно такая стилизация и пейзажность и животные вот такими такая контурная вышивка скажем если вообще это можно назвать контурной вышивкой а набор называется олени у реки надо сказать что я его покупала в интернет-магазине леонардо у леонардо есть не только розничная торговля но интернет-магазины и при этом на сайте всегда можно посмотреть в каком магазине что есть так вот этот набор был по моему единственном экземпляре чуть ли не в одном магазине или даже просто в интернет-магазине то есть чтобы за ним побегать нужно было наверное во многие места поездить поэтому я решила просто заказать его в интернет-магазине леонардо и не бить не сбивать свои ноги поскольку меня очень интересует эта техника для меня это пока что загадка в данном случае в этом наборе конечно животные деревья выполняются в технике крест крест полный крест сейчас наверно освобожу чтобы не отсвечивал если так лучше получится выполняется в технике полный крест а black work идет внизу то есть водоем вот где камыш растет и соответственно земле видно да листочки елочки слева выполняется в этой технике очень эффектная техника в данном наборе всего три цвета мулине и этого достаточно для того чтобы создать такую симпатичную картинку сейчас я покажу это два оттенка коричневого цвета один посветлее другой потемнее и мне кажется черный цвет да такой темный темный черный цвет вот все это они предлагают выполнять на канве 14 каунта и оттенок я бы сказала и крюм такой слегка желтоватый оттенок но не очень желтый не бежевый мне кажется сочетание будет очень симпатичное если коричневый цвет еще положить на икрю замечательно но вопрос не этом вопрос том как же все-таки вышивать этот black work для того чтобы потренироваться я приобрела другой набор фирмы панна маленький вот такой чертополох вот такой чертополох с бабочкой были похожие сюжеты ну вот честно говоря мне не очень нравится бабочки каким-то как-то мне разонравились они больше нравится теперь другие насекомые то есть я бы с удовольствием здесь увидела скажем стрекозу или жучка какого-то кузнечик сюда бы хорошо подошел но потому что я купила этот набор для для тренировки ну и бабочка сошла значит вот этот маленький набор тоже в технике black work в котором была такая инструкция инструкция показывает как правильно вышивать этот шов так нужно сказать что в одном из этих наборов сейчас не помню поскольку я их все просто да это кстати вот мулине к этому чертополоху и канва канва белая в одном из этих наборов инструкция была ксерокопия вот такая вот сейчас правда не скажу какому а в другом наборе инструкция была нормальная вот не ксерокопия где виден красный цвет поскольку они показывают красным цветом следующий шаг вышивки по идее когда мы говорим о вышивке black work то логика проста вначале идешь прямым стежком в одну сторону а потом возвращаешься вроде бы ничего сложного и даже когда замкнутые линии то это тоже не сложно сделать но когда начинаются какие-то ответвления так вот я попробую поднести поближе что было видно вот хорошо что они хотя бы объясняют как сделать вот такой рисунок когда есть ответвление одно дело когда есть просто какое-то замкнутая какая-то замкнутая фигура ее нужно пройтись в одном направлении потом в противоположном здесь вроде все понятно и даже здесь они объясняют да каким образом это можно сделать но когда идет какой-то рисунок и он усложняется вот тут я теряюсь тут у меня получается какая-то хаотичность действия я вышиваю бросаюсь вышивать то одно то другое на изнанке соответственно получается просто рисунок пятилетнего ребенка или даже двухлетнего ребенка у меня просто есть такое подозрение что существует какая-то логика вышивание этих узоров и как постичь эту логику я честно говоря не знаю если вы знаете вот я знаю что Наташа Судакова вышивала очень много да Наташа если ты смотришь вдруг это видео да может быть ты все-таки мне подскажешь ну вот судя по сейчас я просто раскрыла эту схемку к первому набору судя по этой схеме ну кое ну здесь достаточно есть простые вещи да то здесь можно пройти в цветочки вернуться обратно в листике тоже каким-то образом наверное вышивается контур а потом но все равно даже судя по вот этим прожилкам листика вот каким образом их лучше вышить для меня загадка далее идет кустик да когда идут две палочки влево две палочки вправо и посередочке вот в какой последовательности вышивать и выполнять эти стежки для меня остается загадкой девочки и мальчики если вы вышивали если для вас это вообще не составляет никакого труда и проблемы подскажите мне несчастные как же все-таки это сделать потому что я тайно влюбилась в этот стежок но освоить его у меня никак не получается то есть любовь у нас абсолютно невзаимная а так хочется взаимности вот на этой душесчипательной ноте я хочу и закончить спасибо вам большое за просмотры возможно вы даже мне что-то подскажете очень жду ваших комментариев всем прекрасного вышивального настроения всем до новых видео пока